Реклама, пустить в Москву и Питер, пить регионы. В России? Да, можно попробовать. Ну, центральная региона. Сейчас уже? Да, да, да. Так вот рекламу. Восемь добре, я так думаю, да. Они спрашивают, где вы, говорят, куда вам будет. В любом моменте, да, вы эти деньги купили. Так, он не купил, а все, как бананы. Может, чай будет? Ставим чай? Нет. Я хожу в эту фигуру. А другой стол будет, как это, и не скажу. В городе растет очень много деревьев. Не только берез простых, например, которые, ну, идеальный материал, по-моему. А растут еще, допустим, ясень, вяз, дуб иногда попадается. То есть, ценные породы, и из них можно сделать великолепнейшие вещи просто. Не всегда такое купишь. Так как мы работаем с кругляком в основном, то есть, именно с круглыми стволами. А в продаже, допустим, можно купить, например, бук, но он в доске пойдет. С доской уже не так интересно. То есть, изначально хочется вот с дерева начинать работать. И в городе как раз есть такая возможность, удаляется очень много деревьев. И просто приезжаешь, и люди тебе еще и руки жмут за то, что ты у них собираешь, и меньше работать. Больше бобры не пострадали вам. Оно в дикой природе не растет яблоня. То есть, что у нас в лесу? Там еще что-то. Да, вот эти вот реньги из берегов выходят. Ну, они ничего не придут. С 17-го года. Вы вообще занимаетесь этим? Наш стиль – это близость к природе. И люди, особенно, не знаю, Москва, мегаполисы, люди, которые много работают и очень устают от города, от этой вот суеты, они хотят отдохнуть. Им хочется вырваться на природу. Они приезжают в загородный дом, им хочется, чтобы атмосфера была теплая. Она была максимально близка к природе. И наша мебель идеально для этого подходит. Предлагают проекты на какую-то там… В гаражах разобраны, ну, раскиданы. Те, кто в администрации, какие-то дыши, в кузнец. Да, клятцы, 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 клятцы. Но сейчас я с ним хочу… И парень придумал, так как бумажку. Бывает же… В принципе, природа, она же вдохновляет. Всегда идешь по лесу, смотришь какой-нибудь изгиб дерева, изгиб ветки. И сразу все можете вставить там, допустим, ой, из этого получится красивая люстра, из этого получится там какая-нибудь классная табуретка или там какой-нибудь элемент кресла, например. То есть, все оттуда ведет. Река дикая. Особенно, если там клен, клен хорошо горит, он плотный очень. Будет заготовка, которая… Которую можно будет воспользоваться в месяц, наверное, только через два. Потому что ветки сохнут очень долго. Вот эти вот вилочки, это как раз, ну, не кокотовые зелени. А кофилософия в том есть, что сам идешь за материалом, сам смотришь, сам берешь и с самого нуля, то есть вот дерево росло вчера, ты завтра его уже там обрабатываешь, уже как-то сушишь, кору снимаешь, его подготавливаешь. То есть, вот в этом философии есть, что изделие, оно с самого нуля делаешь сам. Раньше очень много работала за компьютером, и сейчас начинаю все больше и больше работать с деревом. И мне это очень нравится, потому что я чувствую вот эту энергетику, насколько приятно с ним работать, вот эту текстуру, и ни за что такую работу не променяю. А у нас я же, когда садела, я смотрела, как... Я ему на фрезере выровнял все это, вышкурил, он хотел сам сделать, а потом через сами. А эти, это тот, кто хочет подороже, и ручной работы, и красивые, и от мастеров. Мы сами очень-очень любим природу, очень любим на ней находиться. Мы отдыхаем только на природе, причем мы уезжаем в какие-то дикие места в глухие, там вот в походы на 2-3 недели, заброска на конях, сплав по диким рекам. И мы чувствуем энергетику природы, то есть мы чувствуем, как человеческий организм на лоне природы отдыхает, он набирается сил. И вообще, с точки зрения энергетика, природа — это самый сильный и мощный источник положительной энергии. Там пень, полторы тонны тополины, пень такой здоровенный, мы его навинчиваем. У них это очень распространено. Это тоже мастерской останется, да? Продолжение следует...